Всем привет! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем выпуске будем говорить на такую тему, как попасть в Чехию в этот трудный период, в период коронавируса. Есть несколько способов, как попасть в Чехию. Первый, один из самых гарантированных, по моему мнению, это самолет. Здесь вы гарантированно попадете уже с Праги в Киев, либо с Киева вправо, как вам удобно, в зависимости, где вы сейчас находитесь. Второй уже способ это автобус. Но прежде чем заказывать билет на автобус, нужно уточнить у перевозчика, возьмут ли вас, имея определенную визу, долгосрочное пребывание, либо трывалый побыт. Ну и третий вариант, это у кого же есть автомобиль, либо опять же ехать с друзьями, с коллегами, с работой и так дальше. Об этом всем сейчас будем разговаривать более подробно. Итак, я сейчас нахожусь на сайте посольства Чешской Республики в Киеве, где есть более подробная информация, как пропускают на границах. Значит, коронавирус в Украине, актуальная информация о путешествиях. Каждый день это обновляется информация. Ссылочки я оставлю, как всегда, под видео в описании. Можете ознакомиться. Значит, общая информация, можете тоже спокойно все это почитать. Рассказывается, что на данный момент, на 4 августа 2020 года в Украине рассчитывается определенное количество подтвержденных случаев. С понедельника, 15 июня 2020 года Украина открыла свои пограничные пункты, за исключением Белоруссии и России. Это опять же все старая информация. И дальше уже пошла информация о том, кто приезжает с какой зоны. Если вы приезжаете из красной зоны, то должны проходить 14 дней наблюдения самоизоляции с помощью обязательного мобильного приложения Диев дома. Это если вы приезжаете из Чехии в Украину. А как вы знаете, сейчас у нас с 1 августа 2020 года Украина внесла Чешскую Республику в красную зону. Зонирование стран обновляется еженедельно. То есть, что это значит? Каждую неделю будет обновляться эта система. Поэтому можно уже привыкнуть к тому, что будет и красная, и зеленая зона. Поэтому все будет меняться в зависимости от времени. Вот. Есть текущий список красных и зеленых зон. Заходим. Да, действительно, 56 место Чешская Республика является в красной зоне. То есть, у них сейчас прирост очень большой по заражениям. Дальше идет тоже более подробная информация о правилах для отдельных зон. Здесь уже рассказывается. Переходим по этой ссылке. В каких лабораториях это все можно сделать. Конкретно уже Украину берем. Здесь рассказаны все области, все регионы. И именно в этих лабораториях якобы будет самый актуальный тест. Но, честно скажу, ребят, это уже такая прямая политика зарабатывания денег. Это, опять же, мое мнение. Там не знаю. Потому что люди делают в разных лабораториях. Делают прямо в аэропортах. И тут, в принципе, ничего страшного в этом нет. Дальше идем. Смотрим. Нас интересуют через транзиты, через какие страны мы можем проходить. Если мы, допустим, выбрали вариант автобус. Потому что самолеты не все выбирают. Либо дорого кому-то, либо боятся летать. Что у нас указывает сайт посольства Чешской Республики в Киеве. Значит, Словакия с 20 июня 2020 года разрешает проход через ее территорию с целью возвращения граждан ЕС из Украины. Путешествие по территории Словакии не должно занимать более 8 часов. Должно происходить без остановки, за исключением заправки. Более подробно, опять же, на посольство Чехии в Братиславе. Польша с 21.05.2020 года разрешает транзит через ее территорию для возвращения граждан ЕС из Швейцарии. Также иностранцы с действующим видом на жительство в стране ЕС на границе необходимо доказать, что вы путешествуете по месту жительства или пребывания. В этом случае путешествие по территории Польши не должно занимать более 12 часов. Вот здесь, смотрите, как раз был момент и много вопросов по поводу пустят, не пустят. Если у вас документы ВМЖ, либо ПМЖ, то есть уже пластиковая рабочая карта, то здесь вас пропустят без всяких проблем. Ехали тоже мои друзья 1 августа обратно с Украины и ехали они через Польшу в Украину еще в июле месяце. То есть пропускали без всяких проблем, показывали карточки, моментов никаких не было, вопросов тоже. Если, конечно, у вас будет виза, могут быть вопросы. То есть если виза долгосрочная, но вы еще не получили карточку. То есть могут быть моменты такие вот. В Венгрии и Австрии, начиная с 18 июня, разрешают двухсторонний транзит через свою территорию для возвращения граждан ЕС и иностранцев с видом на жительство, то есть визой или видом на жительство в соответствующую страну ЕС или место жительства на фиксированных условиях. В случае возвращения из Украины через единственный открытый пограничный переход ЧОП-ЗАХАНЬ. Так, ну и переходим дальше. Еще один сайт, на который я тоже ссылаюсь. Это у нас посольство Украины в Чешской Республике. Здесь правило въезда в Украину в Чешскую Республику. Здесь тоже очень много интересной информации. Обновлено 3 августа. Здесь на вказанном сайте размещена информация про перединок украинского кордона, обсервацию, самоизоляцию. Здесь вы тоже можете узнать. Но я здесь нашел очень интересный сайт. Чтобы дизнаться правила въезда граждан Украины до других стран, включно с Чешской Республикой, я рада вам користоваться маповой подорожьючей, разработанной МЗС Украины. Trip Avizor, MFA, Gov.ua. Якую регулярно оновляют украинские консури. Значит, кто мает право на въезду Чешской Республики? Иноземцы, которые имеют дозвол на тимчасовое перебивание больше 90 дней, в двухстороковую визу, або дозвол на двухстороковое перебивание, або дозвол на постельное проживание, то есть виза Д, карточка рабочая, и ПМЖ. Иноземцы, которые были выданы на рабочую честь сезонную визу после обновления визовой деятельности Консульства Чешской Республики, то есть визы долгозрочной сезонной работы и обычно меморат на працювание визом, там на год они выдаются. Иноземцы, которые имеют ДВР визу, то есть в дозволе на проживание, то есть это воссоединение семьи. Повный перелик категории, осіб, которые дозволены на въездную территорию Чешской Республики, размещены на сайте Министерства внутренних справ Чехии. Если хотите, перешли, посмотрели. Якщо есть испытания, будь ласка, извините за тестованием COVID-19. Кстати, я связывался с этим сайтом, когда путешествовал в Украину, вопросов вообще никаких не возникало, ответили все культурно, классно, объяснили индивидуальный мой случай, поэтому можете обращаться туда. Чем можно приехать до Чешской Республики по без визу? Нет, не можно. Это категорично заборонено за красными заходами, выданными урядом Чешской Республики. Так что, ребят, без виз закрыт, путешествовать никак. Ну, хотя, опять же, знаю случаи, что через определенные границы можно заплатить денег и приехать по без визу. Опять же, это слухи, я не подтверждаю, поэтому говорили, что заезжали. А там, не знаю, правда это, неправда, сколько это стоит, тоже я не в курсе. Если есть у кого-то информация, делитесь, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно будет узнать. И какие правила въезда до Чешской Республики? Песле приезда за кордону до Чехии, иноземец обязан и поведомиться про это обставлено сразу после прибытия на территорию Чешской Республики по телефону або и другим способом отдал им доступ до Крайской гигиенической станции за местом проживания або оголошенного перебывания. И невидкладно, протягом 72-х годин после прибытия за свой рахунок, пройти тест ПЦР. Кстати, у нас тоже уже на работе ребята возвращаются, там некоторые с отпуска, некоторые едут в отпуск, и работодатель указал, что есть 3 дня после приезда, которые должны сдать этот тест и с этим тестом прийти на работу, если негативный. Если позитивный тест, то 2 недели сидим дома на самоизоляции, то есть на карантине. Вот такая информация. Кстати, у кого как тоже, делитесь, это очень интересно. Контакты с аэропортизационной и гигиенической станции в вашем регионе в Чехии можно найти за посыланием. То есть можно зайти, открыть и все гигиенические станции, кому интересно, кто где живет, пожалуйста, заходим, открываем, там будут контакты, звоним, если вдруг нужны будут эти контакты, пожалуйста, все это есть. Дальше. Какие правила повернения из Чехии в Украину для граждан Украины, если бы проживали последние 14 дней в Чехии? С 1 сервня Украина включила Чехию в список червоных стран. Краины червоной зоны это те, где количество новых випадков COVID-19 за последние 14 дней больше, чем в Украине. То есть вот так вот Чехия попала в красную зону. Дальше ее перелик подимных краин будет проглядаться Министерством охраны и здоровья каждые 7 дней. Так что может быть и зеленая зона, может быть и красная зона. То есть, ну и здесь рассказывается все пункты, как происходит это все, сколько карантин длится, как нужно пройти тест, как устанавливаются эти додатки. Это опять же, ссылку я оставляю, можно почитать, то есть не буду это все полностью подробно, так сказать, рассказывать. Вся эта информация есть. Вот, я вам хочу показать сейчас сайт, вот этот TripAdvisor, сейчас мы увеличим, где реально можно посмотреть, через какую из границ можно пересекать и какие требования. Ну вот пример, Польша интересует всех, то есть мы вот Украина, вот Польша, открываем Польшу, есть режим 3-часового въезда, то есть тем людям, которые въезжают в Польшу, и есть режим 3-часового транзита, тем людям, которые будут проезжать через Польшу. Вот открываем режим 3-часового въезда и здесь у нас уже указывается вся полностью информация, кто может заезжать. И здесь вы уже видите, кто может проходить транзит через территорию Республики Польша, и здесь уже указано, есть члены родин, подружки, дети, граждане Европейского Союза, тих, кто имеет дозволь на постельное проживание или карту до терминового резидента страны, члена Европейского Союза, то есть это та же рабочая карта, таласрочное пребывание, либо ПМЖ, есть водяные автотранспортные средства, чья профессиональная деятельность связана с сферой международных пассажирских, вантажных или комбиновных перевезений, и працевники дипломатических и консульских установ. Дальше мы идем, смотрим, какая у нас страна интересует Словакия. То же режим тимчасового въезда, либо режим тимчасового транзиту. Режим тимчасового транзиту через Словакию дозволен, умови до держави ЕС, крім країни, які мають спільний кордон з Україною, який громадянин України має дозвіл на проживание, тимчасового або постійного. Час перебування в Словакии не больше 8 годин від момента въезда. Пожалуйста. То есть здесь все открыто, через Словакию можно ехать. Нас интересует Венге, тоже тимчасовый транзит. Громадянин Украины, которые желают транзитом перетнуть территорию Угорщины, не потребуют отримания индивидуального дозвола для транзиту, если громадянин Украины верстается в Украину, а также в разе, когда особо надает згоду пройти переверку на наявность COVID-19, а не має знак дозвіл на инфекцию. Особа відповідає всім вимогам для въезду, визначеним кодексом шенгенських кордонів, біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення. У особи наявний документ, що підтверджує право на в'їзд в Україну призначення, в залежності від вимог конкретної країни, дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності, нерухомості, результати тестів на вірус тощо. А також на необхідності документи, що підтверджують можливість вашого в'їзду до інших транзитних країн. Румунія, Сербія, Хроватія, Словенія, Австрия, Словаччина. На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати приключено пункти пропуску Тиса та Лужанка. Інформацію щодо гуманітарних коридорів можна знайти за посиланням. І сайт указаний. Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімальні необхідній для перетин на територі країни кількості. Ну і ось така інформація. Так що через Венгрию, будь ласка, все відкрите, всі візи доступні і можна спокійно їхати. Ідемо далі. Смотрим, хто в нас ще там можна заїхати через Румунію. Такий варіант. І тимчасовий транзит. Можливий лише за наступних умов, за наявності відповідних документів, які підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в'їзду в країну слідування. Це лише безперервному порядку і виключно за маршрутом. Ну і так далі. Так що можете смотреть любу інформацію по цим всім країнам. Здесь все абсолютно це є. Кому как интересно, откуди ви їдете, куди їдете. Та ж, допустим, Чехія показана, якщо ви заїжаєте. Режим тимчасового в'їзду, т.е. пребування. І розказано, що в'їзд громадянам України до Чехії заборонено за винятком тих, які мають дозвіл на проживання в Чехії або окремі типи чешських виз. І розказано, хто, як може заїжджати, що потрібно зробити тест. Ну, ця вся інформація, опять же, є. І так, друзія, підведемо итоги нашого випуску. Есть несколько вариантов, як попасть в Чехію. Т.е. один із самых стопроцентних вариантов, яким ми тож пользуємося. І я вам советую лучше заплатити чуть дороже, ну гарантированно попасть в Чехію, як вам це потрібно. Це самоліт. Як покупати билет, я вам розказував. Ссылочка на видео вот здесь. Можете посмотреть, пожалуйста. Там все очень просто. Второй вариант – це вже автобус. Тут вже розбирайте те транзитні зони, через які ви будете ехати. Звоните, опять же, водителям, тех служб, через які будете пользоваться. Получайте достоверну інформацію від цих водителів. Тому що, якщо у вас, допустим, будуть не те документи, либо не те визи, які можна проїхати в ту чи іншу страну, то тот же водитель може просто не вернуть вам деньги, і в итоге попадете на приличні суми. Ну а опять же хочу вам сказати, щоб ви поделились своєю мненням, своєю информациєю, хто ехав, хто їздить с відпуска в відпуск, як ви ехали, через які країни проїжали, що вас требували. Все делимся в цих коментарях. Це дуже важливо. Думаю, всім буде полезно це почитати і знати, зробити правильний выбор, як краще поступити в тому чи іншому ситуацію, як їхати. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал, все-таки потрібно собрать 7000 підписчиків до конца року. Я надеюсь, ви мене поможете в цьому, і верю, що у нас це все вместе получится. С вами був канал Марус Лайф. Всем удачі, до нових випусків. Пока-пока!